Привет, друзья, с вами я, Атьян, и это будет видео про несколько, про три конкретно линии в сфере криптовалют, которые будут развиваться очень сильными темпами, исходя из-за того, что мы будем использовать эти криптовалюты в повседневной жизни, и уже очень скоро. И из-за того, что огромное количество простых людей, не людей, которые имеют дело с инвестициями, с трейдингом или других специфических сферах, скажем так, не таких людей, а самых обычных простых людей из любой сферы. Вот эти люди будут применять те программные возможности, которые скоро будут. Три основные линии. Первое. Play to earn. Играй и зарабатывай. Второе. Learn to earn. Учись и зарабатывай. Третье. Занимайся спортом и зарабатывай. Мы в этом видео поймем, какие основные изменения приведет вхождение криптовалют в эти сферы. Плюс посмотрим некоторые проекты, которые имеют очень сильные возможности для роста. Давайте начнем. Первое. Learn to earn. Учись и зарабатывай. Сейчас в интернете очень много сайтов. Начинаем с бирж Coinbase, Binance, в которых есть возможность learn to earn. Там нужно войти, пойти в категорию learn to earn и кликать по всем проектам, которые там есть. Посмотришь текст. Прочитаешь. Поймешь, о чем этот проект. Неважно, это санд, это мана, это любой коин. Прочитал. Потом чек-лист. Отвечаешь на чек-лист. Получаешь средства. Пять долларов, десять долларов. Когда люди сейчас мне говорят, что ну как без трейдинга тут войти и заработать, эта сфера идеальна для таких людей. Потому что, во-первых, для того, чтобы делать трейдинг, нужно понимать, чем ты торгуешь. Лучше всего, а еще лучше для инвестиций. Сейчас есть возможность каждый день зарабатывать, учась. То есть, тебе не надо из твоего кармана поставить деньги, чтобы купить то, что ты не знаешь. Лучше всего понять, что это такое. И за это взять еще и деньги. Почему это делать? Потому что программам нужно. Это хорошая возможность. И заявить о себе. И дать понять вообще, что они делают. Этим самым вознаграждая. Людей, которые заинтересовались. Кликали, посмотрели. Плюс это будет маленький, повседневный заработок. Который ты потратишь или поставишь в свой маленький портфель. Второе. Это занимайся спортом и зарабатывай. Эта сфера довольно большая. Сейчас у всех, все говорят про Stepin. Проект, в котором ты покупаешь NFT-кроссовки. Потом бегаешь или занимаешься ходьбой. Зарабатываешь. Скажу, что это не реклама Stepin. Абсолютно. Никто не платил. Никто не говорил об этом упомянуть. Но почему я этот пример привожу сейчас? Потому что это компания, у которого нет места для того, чтобы тратить деньги. Последний раунд. Сколько средствовал? Мне кажется 270 миллионов долларов. То есть, если посмотреть со стороны, стоит ли покупать их коин. Или же инвестировать в долгосрок. Я думаю так. Компания, у которого приложение очень простое. Дизайнерское решение есть. Простое. Нормальное. Где они будут еще тратить деньги? Они будут тратить деньги исключительно на рекламу. Потому что апдейт программы такого приложения стоит копейки. Так что сколько бы компания не получила средства. То есть, эти средства в основном будут направлены на рекламу. Из-за рекламы будет добавляться юзербейс. Если сейчас в Армении мне спрашивают. Знаешь про такое положение? Значит, это доходит. Эта реклама доходит до того, что и сейчас здесь в Ереване люди уже пользуются этим. Это что-то новое. Это что-то интересное. Это плюс. Дает тебе деньги. Если у них получится Network Effect. То есть, дойдет до того момента, как они больше не нуждаются в рекламе. Для того, что они делали рекламу. А люди сами друг друга уже рекламировали. Вот есть такое положение. Я на этом зарабатываю. Хожу, занимаюсь бегом и зарабатываю. Вот все. Значит, они стали успешными. Следующий шаг будет партнерство с большими брендами. Как Nike, Adidas, Converse, Rebook и все такое. Чтобы их линии кроссовок внедить в их положение. Почему я это сказал? Потому что именно из этого выходит и конкуренция в этом секторе. Nike, который купили Artifact Studios. Если посмотрите Decentraland. Там вы увидите, рядом с Atari, в одном из самых дорогих местах. Поставлена большая кроссовка. Это реклама Artifact Studios. И Artifact Studios будет, конечно, делать супер просто кроссовки для линии Nike. Nike, Jordan, Nike, Cortez, Cortez, линия Cortez. Да, кстати, у меня есть два кроссовки из линии Cortez. Первая – это кроссовки Forrest Gump. Вторая – это кроссовки Walks to Wall Street. Я вообще люблю коллекционировать предметы из моих любимых фильмов. Куртка Dr. House, палка Dr. House, Wilson из фильма из Гой. И другое. Люблю. Рюкзаки и предметы из моих любимых фильмов. Вернемся. Конкуренция будет для степен от этих брендов. Брендов, которые имеют большие клубы, спортивные клубы. Так вот, у них миллионы пользователей. А что мешает Nike? Найку сделать свое программное mobile application. Тоже с самыми функциями. Но самое крутое то, что там будет линия Jordan, кроссовок. Там будет линия Cortez и многие другие. Плюс, Nike имеет партнерство с очень хорошими культовыми личностями. И все теннис, и футбол, и баскетбол. То есть, у тебя будет борцовка, скажем, от какого-то очень известного теннисиста или баскетболиста. Который будет приносить тебе прибыль. Но только в приложении Nike. То есть, стоит учитывать тот факт, что степен, конкуренция степен, это очень сильные бренды. У которых сейчас нет приложений. И они на данный момент не составляют конкуренции. Из-за чего степен воспользовался возможностью и очень в хорошее время вошел в рынок. Так что, занимаясь спортом и зарабатывая, это все только-только начинается. А сколько людей занимается спортом? Бегают утром? Ходят? Ну, очень многие. И почему я в начале видео сказал, что эти технологические решения, самому по себе мы будем пользоваться этим, не замечая даже. И плюс зарабатывать пользуюсь этим. Наверное, для женщин было бы хорошее решение, когда делать торт или что-то другое и зарабатывать на это. А для мужчин? Ладно. Так что, занимайся спортом, зарабатывай, учись, зарабатывай. И третье, это самое яблочко, это играй и зарабатывай. И вот если учись и зарабатывай, или же занимайся спортом и зарабатывай, с этим не надо. Очень сильно много времени для развития правильной токенамики моделей, механизма, как будет создаваться токенами. Очень мало факторов влияют, которые нужно заранее учитывать. А вот играй и зарабатывай, это большой спектр. И поэтому те модели, основываясь на котором сейчас выходят игры, эти модели еще много будут меняться. Очень важный момент, поскольку это самый большой спектр, и все будут в этом спектре играй и зарабатывай. Каждая игра, которая есть в вашем мобильнике, она через некоторое время будет приносить вам прибыль. Но на данный момент нужно быть очень осторожным. Потому что, зная, какой масштаб у этого рынка, вы должны четко понимать, что большинство 80 проектов, 90 проектов, начальных проектов в этом рынке, это грабеж. Это еще только-только цветочки, скажу так. Скоро будет вообще бум касательно этой темы. Все будут предлагать вам коины. Как правильно выбирать проекты в этой сфере? Ну, во-первых, можно просто посмотреть на ААА игры. То есть, игровые студии, которые имеют хорошие показатели долгое время. И эти игровые студии с помощью каких проектов хотят начать в этой сфере? Потому что они тоже понимают, что сфера большая. И модель, по которому будет там работать вознаграждение, вот эти модели, им нужно время, чтобы они себя оправдывали. Сейчас очень прошу быть рационально, адекватным к своим деньгам и инвестировать. И не инвестировать каждый игровой проект, который выходит. Повторюсь, это как ICO. 99% будут. Вы останетесь без прибыли. Да, кстати, тут хорошая информация. Игра Elyvium. Это тоже не реклама. Поскольку я не подписал контракт, я могу об этом сказать. Было приложение про рекламу Elyvium игры. И в контексте говорится, что они планируют большую рекламную кампанию. Ожидаемо. Почему? Потому что они хотят, как первая топовая игра, над которым долгое время работают, у которого большое количество партнеров. Они хотят на старте бомбануть. Очень сильно. И вы, зная, что они готовятся к большой рекламной кампании, можете воспользоваться этим моментом. Потому что они будут память. Большая рекламная кампания. Это большая аудитория, которая увидит это. Много блогеров будут говорить про эту игру, которая открылась. Все говорят про это. Хайп будет. Если посмотреть в играй и зарабатывай сектор еще и со стороны Sandbox. Что мне нравится в Sandbox, то, что они понимают, что этот сектор полностью новый. И тут ничего не гарантирует, что оно завтра будет таким же. И поэтому идут из направлений. Создаем общество. Какое-то количество игроков. Даем задания. На эти задания они тратят время, нахождаясь в игре, играя. Они рекламируют. Они говорят нам, что этот момент нам не нравится. То есть на базе все больше растущей аудитории создается модель создания токенов, использованных в этой игре, постепенно с ростом аудитории. То есть если на какой-то стадии что-то не понравилось, ты тут исправляешь, потом идешь в более большую аудиторию. Сейчас они находятся в альфа режиме. Но участвовать, скачать Sandbox, участвовать, скачать Crater для Sandbox. Там вы можете сами создавать разные все, что хотите вообще. И поставить в Marketplace. То есть 3D объекты. Программа очень простая и очень хорошая. Я с моей дочкой. Она там хоть домик стоит. То есть оставаться в стороне от категории Play and Earn вам и не получится, и не надо. Потому что, повторюсь, это самый сильнейший сектор из всех типов and earn. В скором времени уже последуют и другие сферы. Смотри и зарабатывай. Это будет в фильме, это будет в YouTube, это будет везде. Слушай и зарабатывай. Да, есть сторона, которая создает, и есть сторона, которая смотрит. Так вот, когда ты смотришь, ты тоже будешь зарабатывать. Потому что будут меняться очень многие модели. И это все в основном будет сидеть на micropayments. Поэтому те программные обеспечения, которые будут обслуживать огромное количество транзакций, но в micropayments масштабе, они имеют очень большие, хорошие потенциалы, перспективу. Все, друзья. Если вам интересен мой портфель, ссылка в описании. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.